Что происходит в моем мире и как мой мир поворачивается ко мне. Без того, что кто-то мне должен, без того, что кто-то должен меня понять, простить, дать моему ребенку что-то. Что я должна кому-то дать. Я же тоже, когда я должна кому-то дать, это же тоже про хорошесть, про равность меня. Да, да. И вот это вот проживание момента, это как раз те самые состояния наполненности момента, когда тебе не хочется никому ничего давать и не хочется ни от кого ничего брать. Что это значит? Когда ты не хочешь никому ничего давать, это говорит о том, что вокруг тебя абсолютно цельные, наполненные люди, которые не нуждаются в твоем давании. И точно так же про брать. То есть тебе не хочется ничего брать, потому что в тебе есть абсолютно все. что это не путается с теми пазликами, когда мы раскрываемся, это немножечко по-другому, это идет единение. И вот когда ты находишься в моменте, когда тебе не хочется никому ничего дать, ни от кого ничего брать, это касается же точно так же детей. То есть я же хочу им что-то дать, потому что я изначально их поставила ниже себя, говоря о том, что они у меня неполноценные. Мало того, что неполноценные, школа обычная им не даст то, что дан я. То есть помимо того, что я их принизила, помимо того, что я оценила школу обычную и такую, я еще и свою важность насколько повысила, что я могу сделать такую школу, которую не могут никто не сделать. И вот когда ты находишься, то есть я, получается, вот это вот из проживания момента я просто выпала абсолютно. Когда я говорила про это, школа – это хорошая вещь, но ее нужно с другого контекста смотреть. Не с контекста, что я буду кому-то давать, не с контекста, что я буду у кого-то что-то брать, а именно с контекста, что мы делаем вот этот момент проживания общим, когда мы чувствуем частичкой каждого себя тотальное проживание вот этого момента и единяемся с нашими детьми. То есть, смотрите, наши дети, они в принципе состоят из нас, и нам же их вообще не нужно учить, нам им ничего показывать не нужно. И в дальнейшем все вот эти вот города, там еще что-то, они не будут нуждаться в школах. Школы, по большому счету, не нужны. Школа – это когда появились школы, это я сейчас уже только понимаю. Школы появились в тот момент, когда мы сняли себя ответственность. А, я не хочу вот этого делать. Идите в школу, идите в садик, идите туда-то. Пусть вас кто-то другой там чему-то еще научит. И если мы будем рассматривать, если я буду рассматривать концепцию школы именно с такого ракурса, то она никуда не выйдет. Она будет, она ничем не будет. У нее будет какой-то один подпункт, который будет ее отличать от других. А по факту это будет то же самое. И вот если мы говорим о школе, это как раз о том, когда ты тотально берешь ответственность на самого себя, включаешься в процесс и начинаешь сам вращаться вот в этом, закручивая вокруг себя все то же самое, что есть в себе. И только после этого это будет реализовываться. И это будет по-честному, это будет откровенно. И это будет без важности самого себя. И вот когда мы говорим про жевание момента, это как раз я и предполагаю на сегодняшний день, что проживание момента – это когда ты вообще ничего не хочешь никому дать. Это когда ты вообще не хочешь ни от кого ничего получить. Это когда тебе просто тотально с этими людьми. Ни хорошо, ни плохо, а вот просто вот эта вот благость наступает. И когда ты в ней находишься, когда ты понимаешь, что тебе ничего никому не нужно и неохота отдавать.